Приветствую вас, аноним. Ну, вы знаете, ситуация, которую вы описываете, она больше про вашу, наверное, какую-то потребность в любви, как мне видится, и представляется. То, что вы с первого класса полюбили одну девочку, не стеснялись ей сказать о том, что вы ее любите. Тут идет про подавление своих чувств, про стыд какой-то. Вероятно, идет речь. Вот. Ну, я так думаю. Ну, скорее всего, тут идет про стыд. Вот. А стыд, соответственно, на ровном месте он не возникает. Значит, как правило, у стыда есть свои основания. Как правило, у стыда есть определенные причины. Причины, да, стыд, это, в общем-то, в целом, такое вот, ну, такое подавление, да, подавление себя, подавление своих чувств. Вот. И это больше вот про это. Это больше про то, что вы своих чувств претесняетесь, что вы пытаетесь их подавить, что вы их как-то боитесь. То есть, может быть. Вот. И так далее. То есть, это больше вот, наверное, все-таки про это. И, соответственно, с этим, на мой взгляд, можно и нужно работать, да, то есть, вот раскрывать ваши чувства, да, раскрывать ваши эмоции, раскрывать ваши желания, раскрывать то, что вам, то, что вам важно, вот. И прочее, 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 прочее. То есть, вот, заниматься такими моментами, заниматься, да, нужно. Вот. Потому что сны, это, сны, это больше именно, вот, про ваши потребности определенного рода. Вот. И, соответственно, если вы нуждаетесь в любви, ну, значит, скорее всего, скорее всего, да, что-то вы, ну, не способны принять в себе, само, что-то. Что-то вы не способны. Что, конечно, не планерное, да, пока что, исходя из того, что вы пишете, но, тем не менее, разбираться с этим нужно. Вот. Всё это вот про потребности любви, про потребности нечего, про потребность ласки и просто. Вот. Дальше. Вот что бросается в глаза, то что, то что есть девушка Г, которую, ну, как вы называете, вы называете её Доброй, но это Добрая Девушка Г, да, почему-то вас ненавидит, но вы пишите, что на вас ненавидит, вот, ну, на мой взгляд, это насколько странно, кажется, если человек Добрый, он не может восстановить, вот, он не так видит, по крайней мере. Тут тоже такой достаточно важный момент, наверное, который необходимо разобрать, потому что, ну, очевидно, очевидно, не всё так однозначно, да, очевидно, не всё так гладко, как вот кажется на первый взгляд здесь, вот. Ну, это эмоции, это эмоции, не завершённые эмоции, это, вероятно, про какое-то сожаление, про чувство вины, вот, перед собой самим, да, и, ну, самое главное, это, вот, потребность во любви, во внимании, в заботе и ласке, вот, которая вас складывает, до часа одиночества, по киндости, да. Плюс, эм, ну, вот, вы пишите, вроде бы, что, я, у меня уже двадцать один год, да, мне будет двадцать один год, но, по прощению, блин, не застряли вот в том умении, там, в возрасте, в возрасте... в школьниках, когда вы, учил, в школе. Вот, вот, как вообще, у вас вы застряли там. Вот. И это, на самом деле, тоже, очень, а, тревожный скрытель, потому что, получается, что вы нацеленер Вы нацелены то вот не на себя, да, нацелены вы не на то, чтобы, ну, к примеру, чтобы в реализации своей заниматься, да, и прочее. Нацелены вы именно на других людей, на девочку там, на какие-то вещи и так далее. Вы говорите, что работаете по 12 на 10 часов в сутки, но это говорит только о том, что вы не учите сейчас, что вы не занимаетесь собой, вы не исследуете себя, вы обращены на других людей, не на себя, а на других людей. В чем, собственно, и трудность заключается. Поэтому здесь я бы вот сместил фокус внимания с себя, да, точнее, фокус внимания с других людей, простите, на себя. Вот. И, собственно, это станет такой вот первой лаваточкой, первым шагом, если угодно. Ну, к тому, чтобы, вот, ом, что значит, чтобы двигаться дальше, чтобы жить дальше. Не для кого-то, да, а именно, вот, чисто для себя. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. И желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...